Совхоз Тепличной – предприятие, известное всем без исключения ивановцам. Жители региона привыкли видеть на своих столах местную овощную продукцию. Сейчас предприятие на грани банкротства. Нынешний генеральный директор Юрий Зерцалов, он сменил на посту Телмана Ферояна, подал в арбитражный суд заявление о введении процедуры наблюдения. В этом году убытки Тепличного составят 70 миллионов рублей. Нам нужно для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность, 170 миллионов и порядка 150 миллионов, для того, чтобы войти в первый урожай следующего года. У предприятия огромные долги перед компанией «Межрегионгаз». С сентября подача голубого топлива существенно сократилась. Теплицы пока работают, но это до первых морозов. Принято решение сократить 74 человека, расформировать один из участков и агробиоцентр. Не только Тепличан теряет, мне кажется, и вся наша страна теряет. У нас уникальная технология, в частности, технология шмелеводства, разведения шмельных семей для пыления овощных культур. У нас, мы начинали это дело в нашей стране, и, собственно говоря, технология может быть просто утеряна. В теплицах недостаточная температура. Помидоры покрыла фитофтора. 50% урожая уже погибло. Новый год на предприятии начинается с 15 ноября. К этому моменту должен быть уже пропарен грунт. Для этого нужно тепло. В декабре должен начаться засев. Сейчас процессы встали. Сотрудники Тепличного недовольны руководством. Считают, что предприятию хватит менеджеров, которые пришли разваливать производство. Им нужны хозяйственники. Откуда появился товарищ Зерцалов, который идет вслед за товарищем Фераеном? Это люди, я считаю, просто не они должны руководить предприятием, для того, чтобы предприятие функционировало и приносило прибыль. Сейчас от развала предприятие может спасти только богатый инвестор, который поверит в состоятельность Тепличного. Кто-то из инвесторов испугается. Теперь, вы понимаете, раньше нам как-то шли навстречу, и мы покупали, закупали необходимые нам материалы. Ну, тоже как бы договаривались и в долг, и все. Теперь тоже, раз мы банкроты, кто нам пойдет навстречу? Сотрудники Тепличного надеются на помощь правительства. Финансировать федеральные предприятия власти не могут, зато вполне способны выступить поручителями перед кредиторами. Если долги не будут погашены, ивановские овощи навсегда пропадут с прилавков.